всем привет дамы и господа рад вас видеть на своем канале у меня сегодня огромная тарелка спагетти макароны простонародье и вот две сосисочки здесь меня будут сопровождать в этом соус вот с чесночком вот и естественно огурчики огурчики такие вот солененькие нарезанные вкусные хрустящие я их очень люблю поэтому ставим лайк и подписываемся если кто еще это не сделал обязательно обязательно нажимайте на колокольчик и давайте поехали сегодня будет интересно будем разбирать некоторые вопросы я сейчас на очень голоден давайте начинать всем приятного аппетита погнали это у меня сверху подлива она готовилась отдельно здесь лук томат и специи я именно так и люблю моя очень жена любит а готовить именно для меня париться видно как парит вот они макарошки вот они поряд класс здесь левой стороны у меня прячется ноутбук там много чего интересно сейчас немножко перекусим и начнем кстати за стримчик мне очень приятно что люди смотрят приходят участвуют просто так не проходят мимо вот поэтому кто еще не видел обязательно пересмотрите было тоже интересно и на рузина просит передать ей пожалуйста привет огромный привет напиши какой город я еще уточню чтобы именно регионально алина мел спрашивает всем привет приятного аппетита вопрос вот тут если честно я был конечно шокирован с этого вопроса парень в армии познакомились когда уже служил четыре месяца я к нему ездила он в увольнении гулял ходил и так далее начали встречаться вроде все хорошо отношения завязали за 6 месяцев ни одной шоколадки она рассказывает об этом не цветочка не сигареты а нет хотя на сигареты энергетики пиво деньги всегда находит недавно было день рождения у него и она ему ничего не подарила а в долг ему дала 2000 и в общем короче он на нее обиделся что она не подарила ничего хотя сам эту эти 2000 брал на один месяц а в итоге уже по моему два месяца она там пишет что а даже три месяца уже не не отдавал и в общем короче на нее обиделся у меня если честно был шок в голове по этому поводу что человек встречается девушкой с девушкой вымаливая точнее выпрашивает у нее деньги это уже не по-мужски это лично мое мнение я понимаю что служба я понимаю что денег нет но если у тебя откуда-то берутся деньги на сигареты хотя это тоже не приветствую ты как-то готовишь проводить там досуг с девушкой так почему бы чем-то не пожертвовать я думаю что она она спрашивает стоит ли ждать сейчас мне так противно после этого стало стоит ли его ждать я не то что советки лично мое мнение скажу вы готовы вот на протяжении всей жизни с таким человеком жить чтобы давать ему деньги ответа никакого не видеть и просто любить человека за его внешний вид или я не знаю там ну как-то душа у вас как-то образовали же отношения все таки цветочный букетный период парни а я по себе это знаю на узел завязываются чтобы понравиться человеку я так думаю что если человек на протяжении вашего цветочного букетного периода абсолютно не проявляет никаких знаков симпатия а это там хотя бы там цветы полевые не надо деньги даже тратить ты пошел раньше там в увольнение пошел просто мимоходом сорвал цветов осень нет цветов до листики на виду не ненавидим еду пособирай красивый клен разноцветные листья просто подари человек поймет человек увидит что есть какие-то у него симпатии что какие то есть чувство понимаете даже и без денег можно сделать очень очень какой-то там знак внимания показать что человек тебе нравится но я по себе опять же сужу я не знаю что там как у вас и как все начиналось и в общем много чего я не знаю просто из того что я сейчас здесь прочитал я делаю такие выводы чтобы не дальше у меня сразу вопрос как ты спрашивала его как он дальше представляет вот вашу будущую допустим семью ячейку общества да вы хотите создать как вообще все это дело будет происходить если он в армии значит он по-любому иногородней что он по этому поводу говорит может быть он так просто гуляет чтобы всем понимаю дать почему мальчик девочка гулять вот то есть спросите вам о будущих планах если он хорошо рассказывает то пусть хотя бы немножко как как каким-нибудь там действием своим подтвердить то что именно он об этом думает и как он вообще это строит ну все вот этот не знаю у меня волосы поднялись если честно как он там в армии вообще себя поставил на это не по-мужски короче если очень коротко то я не понимаю как ты до сих пор с ним отношения поддерживаешь вот что они понимают обязательно расскажи по этому поводу своим друзьям хорошим друзьям приди не одна и скажи что через два дня будь добр верни мне деньги пусть он день займет их и вернет я понимаю что я поддерживаю должен поддерживать мужскую сторону но здесь поддерживать нечего это не совет это просто мое мнение не надо его придерживаться как-то там говорить что там да вот это да я всего не да я всего не знаю понятно ну потому что она написала я бы я вот именно так и сужу так что мое мнение такое кстати кто не знает я открыл второй канал свой я там буду именно в прямом эфире я именно создавал его для этого я очень редко играю компьютер ну вот решил создать именно чтоб с игрой вместе с вами тоже проводить время поэтому ссылочка будет в описании переходите кому интересно кто хочет именно поучаствовать пообщаться прямом эфире обязательно переходите на вермышель вообще обожаю особенно вот такую длинненькую просто просто капец единственное что я боюсь когда варю вот эти вот макароны боюсь их просто переварить поэтому выключаю буквально за минутки две-три пока они еще полностью не доварились сливаю воду и пока я это все дело делаю они в своем тепле доваривают сами себя как ни странно это звучит я извиняюсь но именно так и есть хорошо сейчас будет еще интересно тут еще один вопрос подозрел так аллина твой вопрос я надеюсь очень все понятно я ответил думаю ты мое мнение поняла как будешь поступать я не знаю но обязательно подумай хорошо сейчас вот ноутбук так play channel пишет привет давно смотрю тебя и мне очень нравится моя жизненная позиция твое мнение вот решил задать тебе очень личный вопрос что делать если я влюбился в сестру моего ух ты я извиняюсь давайте еще раз перечитаю личный вопрос что делать если я влюбился в сестру моего парня я гей пытаться ли мне стать натуралом или хотя бы бисексуалом вопрос очень интересный я понимаю что он очень личный не хочу обидеть вот если там кто мне смотрит по поводу вот этих вот всяких отношений мальчиков с мальчиками но у меня сразу же складывается встречный вопрос как ты полюбил девочку своего парня если ты как говоришь любишь мальчиков не стоит задуматься что возможно ты нормальный человек просто если люди уже определились у них есть твоя позиция что они там допустим любят мальчиков то девочки маприори не нравится им просто подружки а тут вот так короче очень интересно это раз второе скажу прямо я за нормальные отношения все как должно быть да есть мода да есть какие-то там левая как сказать наклонности какие-то веяния какие-то там векторы которые немножко путают умы молодых людей и они не понимая все то что они делают они просто принимают какое-то решение и думаю что они да вот они модные нужно обязательно все себе разобрать что как где и почему нравится сестра да ради бога скажи так и так дорогой друг ты знаешь я не такой я обычный нормальный русский человек которому нравится твоя сестра поэтому давай как-то решим полюбовно как он к этому конечно отнесется твой друг я не знаю вот ты еще напиши возраст мне интересно какой возраст потому что я за молодежью говорю сам не понимаю может быть там уже все все довольно таки устоялось поэтому вот так ну все равно как бы подумать над этим стоит и первую очередь именно тебе сожалению не знаю как тебе зовут как тебе обращаться но и себе тебе нужно мое мнение а я смотрю что ты смотришь его мое мнение пиши спрашивая без проблем поэтому на мое мнение ты можешь сюда положиться вот тем временем у меня почти закончились макарошки что лицо О, чайка. Не знаю, мне очень нравятся макароны. Именно вот такой подливы. Они становятся сочными. А огурчик дает кислинку. А огурчик дает кислинку. Можем и дойдем. Все, ребятки, я очень наелся. Просто вот именно от пуза наелся вообще. Мне было очень приятно, что вы были со мной. Что вы меня посмотрели. Особенно до этой минуты. Всем хочу пожелать огромного счастья. Великолепного настроения. Я надеюсь, вам было так же вкусно, как и мне. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!